У меня в руках, как это, плоды двухлетней работы. Начали мы в 2015, перепробовали просто море всевозможных вариантов. Если так говорить, то порядка 50-60 резонаторов сварили за это время. И вот ты уже на чем-то летал, это уже, считай, предсерийный вариант. Да, он немножко еще такой, может быть, где-то можно найти изъянщики, но зато здесь нет глушащей насадки, все внутри. Без этого фланца здесь все на точечной сварке. Если смотришь, швы практически не обработаны, я просто снял заусенцы, чтобы не порезаться. Можно посмотреть, здесь два листа соединены между собой, корпус из 0,3 противотитана. И все на точечной сварке. Сейчас думаем над тем, как вот этот патрубок тоже точечно варить. Соответственно, ты видишь, что швы не посинели, ничего с ними не произошло, то есть никакого дополнительного термического стресса металл не испытывал. То есть вот он как есть. Собственно говоря, в этом-то и идея. Это максимально облегчить конструкцию для того, чтобы при вибрации на каждую точку приходилось меньше разрушающих нагрузок. И титан, это специфичный материал. Его, конечно, можно варить аргоном, но к нему лучше применять другой способ сварки. Преимущество точечной сварки это то, что минимизировано время, когда титан находится в активном состоянии и пытается что-то притянуть из воздуха. Качество сварного соединения колоссальное просто. Если посмотришь на классический резонатор системы витарази, то можешь обратить внимание, что труба цельная. Здесь она у нас разделена на 2 составляющих. Это колено и сам резонатор. И всего на двух пружинках. Здесь одна пружинка, здесь одна пружинка. У витарази стоит здесь 3 пружинки. На одном соединении 3 пружинки. А у нас по одной пружинке всего. Этого хватает. Этого хватает это раз. Потому что соединение немножко подвижно. Соединение по другому принципу. У некоторых промоторных фирм такие соединения прослеживаются. Мама-папа жесткая достаточно. Причем с заходом приличным. Сейчас я тебе раскрою, покажу. Видишь, заход достаточно большой. Но при этом посадка такая, что не будет закусывать. И даже случись, что вот это из 0,5 титана, 0,5 миллиметра, если у нас начнет что-то происходить не так, трещать, например, то, что происходит, например, на классических иногда резонаторах, то не надо менять весь резонатор. Достаточно заменить вот эту деталь. То есть вы отлетали там 100 часов, там, я не знаю, там 200 часов. И лопнул он. Да, вот эта штука будет стоить, ну, по сравнению со всем резонатором, гораздо меньше. Два лайка. Теперь только испытания, испытания, испытания. Сейчас будем искать пилота, который за месяц может налетать 30-40 часов и потом выслать нам назад резонатор, чтобы посмотреть вообще, что с ним происходит за это время. Эмиль. Привет. Эмиль, будешь тестировать резонатор? Субтитры сделал DimaTorzok